Девчоночки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу показать вам покупки одежды, сумок, обуви. Я, честно говоря, когда прилетела с Мальдив, поняла, что у меня не хватает одежды для вот этой холоднейшей погоды московской, потому что у нас сейчас минус 21, и честно, я была прям не готова. Поэтому закупилась трикотажем, закупилась пуховиками, ну и немножечко аксессуарами. Ну вот, кстати, аксессуары я еще до поездки покупала. Я готовилась весь декабрь к январю, который я проведу в тропиках, да, в тепле. Но как только я вернулась, поняла, что январь-то еще не закончился, а носить-то нечего, поэтому сразу же побежала на сайты и заказывала все онлайн, честно говоря. Сейчас по магазинам ходить как-то уже не модно. Итак, не забывайте о том, что у нас с вами в конце видео будет конкурс, где я разыграю бьютибокс, поэтому досмотрите видео до конца. Первое, что хочется приобрести в эту жуткую холодную погоду, это, конечно же, трикотаж. Именно он согревает, именно он создает такое уютное настроение, и в нем как-то не так страшно выходить на улицу. Первый сайт, на который я пошла, это был Топ Топ. Почему? Потому что у них есть коллекции, которые создаются в Португалии, они из переработанных материалов, то есть абсолютно органично разлагаются, и при этом данные вещи всегда держат форму, то есть они очень практичные и действительно носятся долго. Первая вещь, это был вот такой вот кардиган. Кардиган сейчас вообще очень актуальная история. Я взяла в таком беломолочном цвете, потому что именно этот цвет подойдет подо все. Мне хотелось именно второго слоя. Ну, например, если я надену какое-то платье, чтобы мне не было холодно, я надену сверху кардиган. Поэтому я выбрала для себя вот такой абсолютно простой и базовый, то есть в нем нет ничего замысловатого, и это именно та вещь, которая будет носиться, то есть которая может стать таким конструктором и держать в прямом смысле этого слова весь гардероб. Кстати, я сегодня с сайта Топ Топ сделаю такую подборку, покажу сейчас, какие вещи от них, и именно из этих вещей я сделаю несколько образов. Вообще политика этого сайта в том, что не нужно покупать много, нужно покупать какие-то классные вещи, составлять из них капсулу и делать огромное количество образов. То есть вы можете взять там всего лишь раз, два, три, четыре вещи и создать из них огромное количество аутфитов. Я сегодня покажу вам самые топовые, но на самом деле можно сделать еще больше комбинаций с теми же самыми вещами. Давайте, раз уж я про Топ Топ заговорила, я покажу вам дальше. Мне безумно понравились вот такие вот джинсы. Такой намек на Морджеллу. Как-то можно так говорить? Мэйсон Морджелла. Кстати, мне даже больше нравятся вот эти, потому что, во-первых, они рассчитаны на малышек. Я мерила, да, как бы белые от Морджеллы, и, честно говоря, я в них утонула. Здесь классный размерный ряд, и они действительно очень круто сидят, очень высокая посадка, из-за этого ты смотришься очень стройной, длинноногой. Расширение идет прямо от бедра, да, то есть это такой современный фасон, но при этом с такой фишкой, да, которая сделала эти джинсы необычными. Не пугайтесь дырок, да, но они немножечко напоминают нам о лете. Безусловно, летом такие джинсы смотрятся особенно актуально, с кроп-топами, сверху с жакетом, например. Но на самом деле можно под данные джинсы заправить трикотаж, и пусть он вот здесь вот в этих дырочках проглядывается, это тоже будет смотреться классно. Топ-топ, как обычно, для моих подписчиков сделал скидку 15% по промокоду КН. Кстати, скидка действует и на сейл, да, то есть там прибавляется скидка, поэтому очень удобно, классно, и вообще огромное спасибо Топ-топ за то, что радует вас, и, собственно, я могу вам показать классные вещи. Смотрите, здесь трикотажный костюм вообще, я вам говорила, по-моему, в каком-то видео, что трикотажный костюм это моя база на зимний сезон. Я залажу просто в эти трикотажные костюмы и не могу из них вылезти, потому что я постоянно в них хожу, и мне в них тепло, комфортно, ничего не сдавливает, круто водить машину. И это, знаете, такой вариант, когда ты хочешь выглядеть благородно и красиво, но при этом ты не хочешь ущемлять свой комфорт, да, то есть ты хочешь максимально комфортно вот прям закутаться и спасаться от холода, потому что сейчас именно спасение от холода идет. Мне безумно понравился этот костюм из-за своего цвета. У меня огромное количество трикотажных костюмов, и удивить меня практически невозможно, но вот этот фисташковый нежнейший просто напомнил мне фисташковое мороженое где-нибудь на Капри, и я не смогла себе отказать. Мне нравится здесь длина свитера, что свитер не очень длинный, и он не портит пропорции, да, а ноги остаются длинными, и несмотря на то, что вещи очень и очень объемные. Мне нравятся эти брюки из-за того, что они опять же расширены от бедра, и если вы заметили, то с джинсами тот же самый фасон. Это очень модный и очень актуальный сейчас вариант, и мне нравится, что даже трикотажные изделия сейчас делают вот в таком вот формате. Безумно удобно, комфортно в самолет, если кто-то куда-то полетит, да, еще на новогодние, продолжать, точнее, новогодние праздники. Или просто, если вы хотите согреться, то очень крутой вариант с безумно интересным цветом. И еще одно изделие от Топ Топ, это вот такое вот платье в цветок. Мне оно очень понравилось, потому что оно задает такое уже весеннее настроение, и впереди, скажем, 14 февраля и так далее. Можно приобрести это платье, но я хотела бы уточнить, почему я приобрела именно его, потому что для вот этой мини-капсулы, которую я сделала для себя в Топ Топ, да, это платье идеально подходит. То есть я могу надеть сверху этого платья кардиган, я могу надеть сверху этого платья фисташковый свитер, да, я могу сочетать его как угодно, могу носить самостоятельно, если у меня есть настроение пойти куда-то там в ресторан, например, в театр, неважно, оно будет везде смотреться круто и уместно, оно очень женственное, оно такое настроенческое. Мне безумно нравятся открытые плечи. Я говорила в трендах о том, что открытые плечи и вот вообще зона декольте привлекательная такая, да, это сейчас главный тренд и, соответственно, все акценты в платьях тоже должны быть именно на вот плечевую зону, да, где у нас красивые ключицы. Платье не совсем прямое и не совсем вот baby doll. У него здесь позади есть резинка такая, которая сделает сборку и сделает попу чуть-чуть побольше. А при этом спереди, да, никаких объемов нет, а напрямую есть красивый разрез. Очень круто будет смотреться с высокими сапогами, да, либо с сапогами на kitten hill, то есть, ну, чтобы сапоги уходили под платье. В этом случае образ будет максимально стильным. У Top Top обновляются коллекции каждую неделю, поэтому я уверена, что каждый из вас найдет что-то для себя и найдет какие-то крутые вещи, но я думаю, что из моей подборки так точно вам что-то понравилось. Еще одна вещь, которая у меня до сих пор с ценником, но, честно, я ее уже надевала, вы ее могли видеть в одном из видео. Это даже не куртка, а, вы знаете, по типу джинсовой куртке, да, потому что там нет какого-то прям утеплителя, но как второй слой это очень круто смотрится. Я вообще люблю надевать эту с Круп Топом, с кожными брюками и вообще и в пир, и в мир, и в добрые люди получается. Но на самом деле здесь огромное количество комбинаций. Можно создать даже такой драматический образ в стиле Макуина, добавить сюда какое-нибудь джабо белое, и получится очень круто. Единственное, что слишком длинновато для меня, ну, где-то середина бедра, наверное, я бы хотела, чтобы она была чуть короче, но мне нравится тем, что она супер оверсайзная. Это бренд российский какой-то Дэ Мой, почему-то Пэрис, может быть, он французский, но вообще как бы там все по-русски разговаривают. Очень крутая куртка, качественно сделана, это кожа, и мне прям она безумно понравилась, со шляпой с какой-нибудь можно сочетать и создавать такие гранжовые образы. Далее мой пуховик Прадо, который не дает всем покоя, вообще любовь просто на века, это пуховик в виде жакета. Самый актуальный вид пуховиков этого сезона. Я не помню, показывала ли я вам его в видео, но решила еще раз показать, потому что это действительно та вещь, которую я не снимала все то время, пока была в России, и вот сейчас нахожусь в России, я ношу только его, я надеваю какие-нибудь обычные там костюмы, да, свитшот и джогеры, или там худи и джогеры, да, какие-нибудь клевые ботинки большие, там типа прадовских моих, и надеваю вот этот пуховик. Все, вы выглядите супер стильно, вообще ничего больше не нужно, максимально комфортно, и он очень теплый действительно. Есть удлиненная версия такого же пуховика Прадо, но мне очень нравится именно коротко, потому что у нее больше вариаций. Длинный вариант немножечко женственности дает, а этот такой прям абсолютно унисекс, как я люблю. И последнее, что я купила себе из вещей, но сейчас еще покажу огромное количество аксессуаров и обуви, это вот такой вот костюмчик от бренда Jame. Я знаю, что в начале видео я сказала, что я хотела спасаться от холода, но когда я увидела этот костюм, я не смогла себе в нем отказать. Куртка, кстати, очень теплая, она, как будто бы, знаете, там есть синтепон, может быть, он даже там есть, я не знаю, но какая-то, знаете, подкладка точно, то есть она очень теплая, ее можно сочетать, скажем, с гольфом с каким-то, да, с джоггерами в дальнейшем, с джинсами, да, вот с тем же топ-топ. Будет круто смотреться, то есть куртка абсолютно носибельная и абсолютно базовая, мне очень нравится цвет. Вообще это такая, знаете, напоминалочка о ботеге, да, вот эти вот квадратики, да, такая прошивка. Очень модная история этого сезона, она была на всей верхней одежде. На втором слое тоже может смотреться круто. С чем носить? Вот смотрите, она и так очень теплая, но, возможно, вы находитесь в тех местах, где вам прям очень холодно или вообще сейчас в Москве холодно, я и второй слой очень теплым надеваю, и пуховик сверху. Вот представьте вот эту куртку и сверху пуховик Прада, будет смотреться безумно круто. А что касается низа, да, я, конечно, приобрела эти шорты, потому что они были как бы не то чтобы в комплекте, их можно было покупать, можно нет, но я не смогла себе отказать. Чем буду носить? Буду носить с высокими ботфортами, и мне будет не очень холодно, но я на машине, и в целом я могу кое-что потерпеть, да, какой-то дискомфорт. Но просто это безумно круто смотрится, супер фэшн, и не смогла себе прям в таком костюме отказать. Буду вот сейчас чуть-чуть потеплеет, буду носить обязательно. Это бренд Жамем, это украинский бренд, который можно приобрести в России, в Москве, в Центральный дом дизайнера, CDD называется. Там, собственно, Жамем представлен. Невероятный костюм, невероятный цвет. Кстати, с фисташкой тоже очень круто будет сочетаться. Ну, я вам даже такую небольшую капсулу, честно говоря, составила. Сама же сейчас только поняла. Вещи все сочетаются друг с другом. Так, давайте дальше, наверное, поговорим про сумки, и потом перейдем к обуви. Я приобрела себе вот такую сумку от CELINE. Я ее хотела еще, когда она вышла, это было летом. Но что-то я ходила на нее, смотрела, и такая мне была жалко денег. Думаю, куда я буду носить. Просто, просто любовь. И вообще, мне безумно нравится. Я очень рада, что я ее приобрела. В новом сезоне в этом она уже была с каким-то принтом. Но мне понравилась она именно вот такая вот чистая, без каких-то принтов. Вот просто написано CELINE, и вот такое вот бежево-рыжее исполнение этой сумки. Мне нравится ее носить не только в летней погоде, но и вот сейчас в весенней, да, даже в зимней она смотрится круто, если сочетать с какими-то кожными пуховиками, да, рыжими там, или с бежевыми пуховиками, с трикотажем она очень круто смотрится. Вот посмотрите, например, даже с этим кардиганом, да, то есть они очень круто живут. Не обязательно носить такую сумку только в летний сезон, да, из-за того, что она такая вот из как-то холщевки. Холщевка. Такое слово смешное. Эту сумку можно носить в любой сезон, она действительно классная, она очень удобная, то есть туда все накидал и пошел. Но при этом она круто держит форму. Прям очень модная вещь, которую я люблю. Следующая сумочка от Gucci. Это тоже такой must-have этого сезона. И все гонялись за этими сумками, все их хотели, все о них мечтали. Они есть в разных цветах, в более ярких, и там розовый такой красивый есть, цвет морской волны, но такой какой-то ментоловый. Ну да, такой ментоловый цвет есть очень красивый, есть черный цвет. И действительно сумка классная, но мне понравилась именно в белом исполнении. Во-первых, а, у меня нету белой сумки классной, а это прям идеально. А во-вторых, мне очень нравится то, что она такая вроде бы бабка-стиль, да, вот как Gucci любит, но при этом очень лаконичная и действительно подходит подо все. То есть, например, я надеваю эту сумку вот здесь вот с денилом, да, я могу заменить там цепь, и будет очень-очень круто. Могу надеть в экстравагантный образ, какой-то, да, там с юбкой, с каблуками, и эта сумка тоже будет смотреться классно. То есть она очень многофункциональная. Плюс мне нравится форма, она не просто кросс-боди квадратная, да, вот как я люблю, а-ля Chanel Boy и прочее, а она такой необычной формы. Ну, это все такое закос на седло, но тем не менее. Необычная и при этом миниатюрная. Вы знаете, что я не очень люблю большие сумки, а здесь как бы новая какая-то форма, да, и при этом очень классно. Точно такую же форму сделали Prada в их сумке Cleo. Это самая хотибельная, такое слово, самая желанная сумка этого сезона. Все гоняются за Cleo Prada. Ее нет в Москве, ее нужно там под заказ где-то искать чего-то там, вот, но мне, честно говоря, стилист сума продал вот сумку, и я ее нашла. Очень крутая, очень легкая, и действительно, это та сумка, с которой я хожу больше всего. Даже из этих трех, которые я купила, это самая носибельная. Я обожаю черные сумки, мне нравится, что здесь именно серебряная фурнитура. У меня с серебряной фурнитурой был только, по-моему, Александр Ванг, такая, как кроссбоди, и был Джилл Сандер, но такой он, как лукошка, не подо все подходит. А вот это прям универсальная вещь, которая подходит абсолютно подо все. И с этой вещью действительно очень легко работать. То есть, если вы ищете какую-то универсальную одну сумку, и вы не готовы тратить больше денег, да, там, или закупать себе там 33 сумки, то вот, пожалуйста, Prada от Cleo, это идеальный вариант. Все вмещается, она небольшая, миниатюрная, но в целом довольно-таки вместительная. Далее покажу вам обувь. Я недавно делала заказ у Луиза Виарома и приобрела себе вот такие вот ботфорты от Max Mara. На самом деле, я хотела приобрести эти ботфорты очень давно. Мы с моей подругой, с Дашей, хотели приобрести эти ботфорты, она приобрела, а я нет. Мне не хватило места в чемоданах, ну, как-то деньги не хотела стратить, потому что я очень много денег потратила на неделю моды, и это был Милан неделя моды, собственно, она пошла купила себя, а я нет. И плюс был только один размер, по-моему, 37-й, а у меня 38-й. И я могла бы влезть в 37-й, но думаю, ладно, куплю потом. И, честно говоря, я уже про них забыла, не хотела покупать, а тут захожу на Луиза Виарома, и они есть. Они круто смотрятся в бардон цвете и в черном. Но я решила купить в черном, потому что у меня нет черных ботфорты. Но именно вот такие вот широкие, немного мускулинные, на толстых каблуках, то есть не гольфы, да, такие. Безумно удобная колодка. Вот что хочу сказать про вот эти сапоги Максмара. То есть это максимальное удобство. Ты ходишь, как будто бы не на каблуках, нога вообще не устает. Круто смотрится с какими-то однотонными простыми вещами, потому что здесь такая кожа под крокодила, и, конечно, она немного специфична, да, то есть она не подо все подходит. Хочу сказать, что это одни из самых универсальнейших сапог, то есть я их ношу буквально-таки совсем каждый день. Прям очень их люблю, и действительно такая носибельная обувь. Ни разу не пожалела, что их купила. Следующая пара от Ботеги. Когда я увидела первый раз вот эти вот ботинки, это, знаете, как бы и не казаки, и не Челси. Это такие казаки Челси с квадратными носами. А когда я первый раз их увидела на показе, я подумала, блин, какие они страшные, типа вообще дурацкие, какие-то, ну, прям перебор. Но когда я начала смотреть луки с ними, то есть когда они уже вышли в продажу, я подумала, что как круто они смотрятся. Тебе достаточно надеть просто кожаные брюки, какую-нибудь рубашку белую, вот эти ботинки, все, лук выглядит стильно. То есть эти ботинки настолько вывозят абсолютно простые базовые вещи, и в образ ничего больше не хочется добавлять, что, честно, я прям вообще ни разу не пожалела. Единственное, что они прям тяжелые. Вот прям тяжеловато реально. Я под них надеваю плотный носок, чтобы они не натирали, иначе они все равно скачут по ноге, хотя размер мой. Я бы не смогла надеть меньше, и просто тогда бы они плотнее сидели. Я уже как-то подпривыкла, у меня и Прады тяжеленькие, я вообще люблю тяжелую обувь, и в целом я справляюсь. Но если вы не любите тяжелую обувь, то эта обувь не для вас, потому что это вот прям с ними можно руки качать. Я пыталась сейчас прочитать название этих сапог. Я приобрела их в каком-то шоуруме в Москве, но похоже это какой-то корейский бренд. Абсолютно дурацкий с точки зрения качества. Лучше купить, собственно, то, подо что сделали эти сапоги. Но я их не нашла на форфетче, их уже не было в белом цвете. Сейчас в оригинале такие сапоги только, по-моему, в черном цвете. Пришлось приобрести вот эти. Мне они нравятся. Единственное, что качество фиговое, то есть кожа такая прям они деревянные-деревянные. Прям вообще не гнутся. Поэтому они натирают. Поэтому плотный очень носок под них нужно, чтобы они не натирали. Круто смотрится. Мне нравится их высота. Намного круче, чем у оригинала. В общем, короче, они держат форму круче намного. И они выше. То есть те ниже и из-за этого такие, знаете, куцые немножко. А эти повыше и смотрятся намного круче. Но, наверное, не для всех. Потому что белая обувь она такая немного обязывающая. И не знаю, насколько она нужна вам. Но мне прям хотелось чего-то яркого. Мне хотелось светлой обуви. У меня ее не было. И я приобрела вот эти сапоги и прям ни разу не пожалела. Они какие-то супер недорогие. Там типа 1015. Но действительно классно. Плюс мне нравится, что здесь каблук такой высокий. И ты как бы не на каблуках, но повыше смотришься. И это как бы компенсирует то, что они еще высокие. То есть они чуть-чуть коленку прикрывают и из-за этого немного обрезают рост. Плюс белый цвет. Да, ну мне в целом ок. То есть у меня рост 168. Ниже я бы, наверное, не рекомендовала. Это были все мои покупки за последнее время. Кстати, конкурс. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, напишите, какая вещь вам понравилась больше всего. Либо просто напишите участвую, и вы автоматически участвуете в конкурсе. Через три дня мы объявим победителя здесь в комментариях. Поэтому обязательно зайдите, проверьте, вдруг вы выиграли классный бьютибокс с люксовой косметикой. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok